Друзья, приветствую вас всех и каждого! Сегодня для меня сложный обзор, потому что с произношением польских топонимов могут возникнуть проблемы. Тем не менее, давайте расширим кругозор, узнаем побольше о городе Бытгощ, а также о Бытгощском канале, а заодно посмотрим на монету из серии «Открою для себя Польшу». Это один из крупнейших городов Польши. На 2017 год его население составляло 352 тысячи человек. Находится на севере страны, в бассейне реки Висла, на ее притоке Барда и является административным центром Куявско-Поморского воеводства. У города есть немецкое название Бромберг. Так он назывался до 1945 года, ну а началось все с небольшого ирбатского поселения Пятгостья. В средние века, благодаря удачному расположению на торговых путях по Висле, которые он контролировал, Бытгощ стал городом. С 1331 по 1337 им владели рыцари Техтонского ордена. Затем его захватил Казимир III Великий, который 19 апреля 1346 года даровал ему магдебургское право. Это дало новый импульс для роста города. В 15-16 веках, благодаря торговле зерном и солью, Бытгощ стал одним из крупнейших городов Лечи Посполитой. В 1657 здесь был подписан Велевско-Бытгошский трактат, по которому Лечь Посполита передавала свои права на Пруссию Курфиушту Бранденбурга, в обмен на помощь в войне со Швецией. В 1773 было начато строительство Бытгощского канала, который связал реки Брда и Нотис. Сейчас это одна из важнейших достопримечательностей. В 1815 город вошел в состав Великого княжества или герцогства Познанского, которое было создано в результате Венского конгресса после победы над Наполеоном. Это была автономия в составе Пруссии, но после неудачного восстания 1848 она потеряла свою автономию и стала провинцией. Аверс монеты. На лицевой стороне, в центре, орел с герба Польской республики. Указан год эмиссии, на национальном языке номинал монеты и страна эмитент. Монета была от Чеканина 22 мая 2015 года на национальном монетном дворе Польши в городе Варшава. Большую часть истории город был немецким, но после окончания Второй мировой войны и освобождения Пруссии Красной Армией Советский Союз передал западную часть региона Польши, а город Бромберг сменил название на Быдгощ. В начале 80-х местное отделение профсоюза «Солидарность» было одним из самых активных, а столкновения, которые произошли в городе в марте 1981-го, привели к всеобщей забастовке и политическому кризису в социалистической Польше. С 1999-го Быдгощ является административным центром Куявско-Поморского воеводства, ну а главная достопримечательность города это Быдгорский канал, который местные власти пока безуспешно просят внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот канал соединяет бассейн и рек Висла через ее приток Брда и Одру через ее притоки Нотиц и Варту. Его длина 27 километров, ширина 19 метров, глубина 2,5 метра. Конечные точки – города Быдгощ и Нокла. Его закончили в 1774 году, во времена правления прусского короля Фридриха II. Для ориентирования это произошло за два года до американской революции и за 15 лет до великой французской, но в России в это время уже 12 лет правило Екатерина II. Изначально было 8 шлюзов, но после реконструкции 1905-1917 года их стало в два раза меньше. Быдгорский канал до сих пор сюда ходит для кораблей водоизмещением до 400 тонн. Реверс монеты. На нем изображение исторических амбаров 18 века на берегу реки Брда, находящихся в центре города. Указано название монеты на национальном языке. Характеристика монеты. Номинал – 5 злотых. Страна-эмитент. Республика Польша. Материал – биметалл. Диаметр – 24 мм. Вес – 6,54 грамм. Тираж – до 1 миллиона 200 тысяч. Гурт с аббревиатурой NBP, которая повторяется 8 раз. Аббревиатуры разделены звездочками. Каждая вторая перевернута на 180 градусов. В городе есть и другие достопримечательности. Например, синагога 18 века или поздний готический костел с чудотворной иконой Богородицы с розой. Статуя Казимира III Великого или бывшие зернохранилища 18 века с деревянной каркасной конструкцией. Или, например, скульптура лучницы, которая является неофициальным символом города.